Музыка Условия в Беларуси достаточно благоприятны для развития садоводства. Мягкий климат, продолжительный вегетационный период, достаточное количество осадков, все это способствует высоким урожаем. Впрочем, кладоводство в нашей стране развивалось неравномерно. В 1940 году сады занимали более 90 тысяч гектаров. Огромный ущерб нанесла Великая Отечественная война. В годы оккупации многие сады были вырублены и вымерзли. В итоге площади сократились почти в 2,5 раза. После войны количество плодово-ягодных насаждений стремительно увеличивается. И к 1955 году довоенные массивы восстановлены. Дивный сад глубоко пустил корни в Воложинском районе уже в новейшей истории. 10 лет назад фермерское хозяйство начиналось с 17 гектаров. Из увлеченности, то есть было хобби. Дома занимался я, как бы, дом, но небольшой садик был. Прививали саженцы. Вот, и как бы захотелось уже выйти на более-таки большие объемы, скажем, нежели дома на личном подворе. Вот, поэтому как-то, ну, бывал в Польше, то есть видел такие сады у них красивые, огромные. Я думаю, ну, в принципе, их природа, условия не отличаются крепко от наших. Мне захотелось, чтобы были у нас такие сады. Вы говорите, это хобби. То есть специальность не сельскохозяйственная. Да, специальность-то я технологически заканчивал институт и, как бы, работал в дорожной отрасли. То есть, вот, ну, в общем-то, с асфальта, да, на землю, как бы, отличается крепко это все дело. Но, наверное, какие-то крестьянские порни, то есть родители-то не я, а я родом из деревни. Вот, поэтому, ну, как бы, наверное, природа позвала, то есть работать на земле. Любое дело, когда затеваешь, как бы, на сегодняшний день самое важное, куда ты это все реализуешь. Будет ли оно востребовано. Поэтому даже подбор сортов, особенно, что касается плодоводства, это очень важно. Вот, если взять, например, какие-то овощные, пропашные, там, культуры, вот, их посадил в этом году, ты что-то сделал не так, но можешь поменять на следующий год. То есть посадил другой, скажем, сорт, там, капусты, там, морковки или что. То есть, если посадил дерево, в частности, грушу, да, если не выдал, и она какая-то, то есть, получилась не товарная, не вкусная, то это пройдет 6 лет, 7, если вот на семенном подвое, чтобы ты потом понял, что ты сделал ошибку 6 лет там назад. То есть, да, одна ошибка, в общем-то, стоит очень долго. То есть, все равно будешь растить, будешь ухаживать за этим деревом долгие годы, а в итоге получится, ну, не попал. Насколько вам удалось максимально избежать рисков или все-таки были какие-то ошибки, на которых вы учились? Ну, ошибки были, избежать их, конечно, сложно, потому что если профессионалы еще в чистом виде подходят к этому делу, да, и то бывают ошибки, вот, но я как бы не профессионал, поэтому, ну, просчеты были по подбору сортов, вот, по схеме посадки были просчеты, да. В целом, скажем, процентов на 80 получилось, то есть, то, что подобрали, потому что даже если взять клубникой, которой мы занимались, мы долго выходили там на какие-то определенные сорта, ну, то есть, очень важно играет подбор сортов, то есть, это очень важно, это должны быть и вкусовые качества, и транспортабельность, и востребованность на рынке, даже цвет, вот, играет роль, потому что, вот, ну, идешь, когда, и смотрит на тебя какой-то плод, его хочется скушать. Пристрастие, тем не менее, меняется, пристрастие меняется у населения, у покупателей, у потребителей, потому что даже, если взять, мы, бывает такая погоня за новыми сортами там все время, да, а люди уже хотят там тонуку, например, им надо штрихить, то есть, они вернулись туда, а мы не готовы, мы уже ушли вперед там, например, вот, а они не хотят нового, например, есть. А каким образом вы вот как-то изучаете их предпочтения вкусовые? Шестое чувство есть такое, да, шестое, вот, поэтому, если оно присутствует, значит, повезло. Личные гастрономические пристрастия Виктора, в общем-то, оказались предсказуемы. К фруктам отношусь, конечно, хорошо, особенно к своим, то есть, в течение дня ходишь, обязательно что-то сорвал, съел. То есть, здесь завтрак и обед, и ужин. Да, практически можно, и отобедать, и отужинать фруктами, ну, в принципе, многие фрукты, как и хлеб, они не приедаются. Не надо забрасывать это дело, правда, фрукты надо есть постоянно. И от такого удовольствия сложно отказаться, особенно, когда лакомство буквально у твоих ног. Здесь очень красиво эта груша, русская красавица она называется, это российский сорт, да. Оправдывает свое название? Да, ну, как бы, думаем, что красота спасет мир, правильно, поэтому и сорта такие подзирают. Увесистая такая груша, знаете. Груша увесистая и красивая, при этом очень вкусная. А куда поставляете? Кто вашу русскую красавицу пробовал уже? Кто русскую красавицу? Ну, пробует и меньшане. Мы поставляем, есть там и магазин, где мы поставляем, в Минск и на рынке. Ну, и у нас практикуем мы, то есть у нас очень много людей приезжают сами в сад, приезжают, собирают урожай. Процентов, наверное, 30-40 вот уходит таким образом. Продукцию хозяйства поставляют в сады и школы Воложинского района. Среди постоянных клиентов один из санаториев Минской области, где преимущественно отдыхают россияне. Кстати, здравница закупает как раз-таки русскую красавицу. Виктор Антонович, я так понимаю, скоро уже сбор урожая, давайте мы все-таки начнем. Эта груша, мне кажется, она очень хорошо на нас смотрит. Ну, вот эта грушка, да, похоже, созрела. Можем попробовать. Давайте. О! Пробуйте на правах хозяина. Да? Ну, как-то неудобно при даме начинать первому съедать плоды, а вы приехали. Я буду пробовать, а вы будете рассказывать, какая она по вкусу, я буду кивать, соглашаться или не соглашаться. Ну, думаю, вкус исключительный. Соглашаетесь, нет? Да, сочно. И давно у вас эта красавица растет? Эта закладка у нас 2008 года. В 2008 году в прошлом году был первый урожай, но это были отдельные только грушки. Вот, в этом году уже вот она загрузилась хорошо. У нас еще, если говорить о красавицах, то это не одна. У нас еще есть сорт Толгарская красавица, который, наверное, мне нравится еще больше, нежели сорт, которым мы сейчас с вами ведем беседу. Целое созвездие национальности у нас в грушах, все красавицы. Да, Казахстан представлен, да. Толгарск – это, по-моему, такой город в Казахстане, да. Вот, поэтому, ну, союзная, союзный сад. Помимо яблок и груш в хозяйстве выращивают несколько видов ягод. Например, этой плантации голубики третий год. Голубику называют эликсиром вечной молодости. Ученые выяснили, что эта ягода не только замедляет процессы старения, но и в целом омолаживает организм. В день достаточно съедать 50 грамм этой ягоды. Кроме того, голубика защищает головной мозг от воздействия радиоактивного облучения. Ее рекомендуют есть людям, которые работают во вредных условиях. Практически ни у кого, ни у взрослых, даже ни у грудных детей она не вызывает аллергии. Это единственная видная ягода, потому что бывает там на ту же клубнику красные ягоды там вызывают аллергии. То эта ягода совершенно такая, скажем, в этом плане нейтральная. Насколько она прихотлива и привередлива? Как за ней ухаживать? Ну, у голубики есть как бы одно, как бы самое главное момент, то есть ее надо правильно заложить. То есть она очень требовательна к почве, и почва должна быть кислой. Мы делаем траншеи, заполняем ее кислым торфом. Эти кустики, они не такие маленькие, как кажется, да, а он просто молодой еще куст. А так кусты вырастают метр восемьдесят два метра высотой. То есть мы с вами спрячемся в этом голубичном потом, на этом голубичном поле. А как собирают ягоды? Вручную? Ягода собирается вручную, потому что она одновременно не созревает себя. То есть можно, скажем, вот шишка ягод сидит, часть их будет зрелой, часть будет еще зеленая. Поэтому зрелая убирается, остальная ягода как бы зреет. Может быть задумывались о том, чтобы прямо здесь у себя в хозяйстве впоследствии перерабатывать ягоды? Может соки какие-нибудь делать? Ну, это, в принципе, перспектива. И, наверное, будем делать, потому что, да, делают из голубики соки. Вот, полезные и вкусные. Наверное, перспективу, когда уже вырастет, когда будет из чего делать, тогда будем думать и о переработке. Фермерское хозяйство детища не только Виктора, но и его друга и соратника Бронислава, или Бориса, как называют его близкие друзья. С Виктором мы дружим очень давно. То есть это школьные годы, мы одноклассники, при этом не только одноклассники, но еще и друзья. Поэтому идея пришла как бы сама собой. Начали мы увлечение, конечно, это с домашнего сада. Он был любитель садоводства, меня тоже тянуло к этому. И как-то проходят годы. И, наверное, когда ты что-то любишь, тебе приходит на ум это увеличить. Бронислав служил в МЧС и, наверное, именно тогда еще больше стал ценить время, свободное от суеты. Наверное, после любой работы, которая требует вложения своих сил, тебе хочется отдохнуть. И лучше, чем в саду, это, наверное, не сделаешь, потому что, ну, общение с природой дает свое спокойствие и душе, и телу. Поэтому вот эта любовь, которая была сперва хобби, привела нас с Виктором в тот сад, который сегодня называется дивным садом. У вас как-то разделены обязанности между вами и Виктором? В принципе, да. Мы изначально как-то выстраивали свою программу из того, чтобы все-таки, наверное, будет правильней, когда мы будем заниматься более ответственно на своем участке. Хотя все равно мы планируем все вместе, выстраиваем планы. Но так показывает практика, ну, было, наверное, правильно. Потому что я на себя взял бы технический план. То есть, что касается механизации, всего остального, Виктор больше на себя берет, наверное, садоводство. В плане того, что нельзя двоим быть на одной кухне, потому что две хозяйки. Да, обычно там, ну, у нас как-то получается это, я считаю, хорошо. На клубничном поле технические достижения почти что хендмейт. Конечно же, мы проявили некую смекалку. У нас пока что для клубники купить что-то с производства сложно. Потому что они их делают в Беларуси? Культура, она не имеет таких больших масштабов. Я думаю, что производителям, наверное, пока еще выходить с такими агрегатами сложновато. Поэтому мы применяем для этого агрегаты, которые применяются в другой отрасли. То есть, вот это диски лесного хозяйства. И мы как-то вот подумали, поглядели, решили, что они, в принципе, подойдут к нашим клубничным делам. Потому что сами мы сконструировали, будем говорить, пропольник или же барана, так сказать, которая, опять же, нам очень здорово помогает, заменяет, я думаю, где-то 10 человек ручного труда. Поэтому приходится быть и конструктором, приходится быть и садоводом, приходится быть механиком, инженером в одном лице, сварщиком. Вдыхая свежий воздух полной грудью и наблюдая фантастически красивые плантации, вопрос, что подкупает в этом бизнесе, как-то сам по себе становится риторическим. Нравится это потому, что это было заложено, наверное, прадедами или родителями. Наверное, генная структура дает свое. То есть, это интересно. Наблюдать за процессом возрастания любой культуры. Что касается яблони или клубники, ты садишь, смотришь, как она развивается, смотришь, как она растет, как она отдает тебе потом те плоды, которые, в принципе, ты от нее ждешь. И вот этот весь процесс, наверное, каждого по-своему увлекает. То есть, и видеть результат, это тоже приятно. О развитии фермерского хозяйства двух друзей-соратников мы продолжим рассказ в следующей части программы сразу после краткого дайджеста новостей из столичного региона за неделю и рекламы на телеканале СТВ. Губернатор на связи Семен Шапир ответил на звонки жителей Минской области. Во время прямой линии председатель оболсполкома выслушал более десятка людей. Жалобы жителей традиционно касались состояния дорог, транспортного обеспечения, благоустройства, получения жилья. Многие граждане на свои вопросы получили ответы сразу. Некоторые обращения переданы для решения на места. Хозяйства Минской области приступили к массовой уборке картофеля. В этом году под культуру было отведено 13 тысяч гектаров. Сельхозпроизводители намерены собрать более 400 тысяч тонн второго хлеба. Урожай лучше прошлогоднего. Общежитие для педагогов. Дом молодого учителя открыли в агрогородке Снов Несвежского района. В двухэтажном коттедже живут специалисты, приехавшие по распределению в местную школу. Для молодежи созданы все условия. Отдельные комнаты, необходимая бытовая техника. Долгое время пустовавшее здание привел в порядок местный агрокомбинат. Жизнем без барьеров. В Михановичах Минского района открылся Центр дневного пребывания для инвалидов. Учреждения организовали при православном приходе. В Центре созданы все условия для интеллектуального и физического развития людей с ограниченными возможностями. Работать с ними будут опытные педагоги и инструкторы. На вершине Милицейского Олимпа объединенная команда управления внутренних дел Миноболусполкома одержала победу на 11-м республиканском смотреконкурсе профессионального мастерства сотрудников патрульно-постовой службы милиции и отрядов милиции особого назначения. Правоохранителям пришлось пройти теоретический экзамен, проверить строевую и огневую подготовку, поучаствовать в конкурсе скоростного маневрирования, преодолеть полосу препятствий. Победители получили переходящий приз имени Станислава Васильевского, а также новый служебный автомобиль. Это «Центральный регион», и мы продолжаем рассказ о дивных плантациях фермерского хозяйства в Воложинском районе. Сегодня в хозяйстве Виктора и Бронислава работают 10 человек, все местные жители и все проверенные временем. И, кстати, так же, как и сами фермеры, влюбленные в землю. Пришел в хозяйство, годы, три назад. Ну и родский дочек колхоз. Пришлось отсюда идти. Ну и как вам здесь? Хорошо. Очень коллектив дружный. Хорошее начальство тут. Пришел лет 8 тому назад. И не нравится, ничего не жалуюсь. А что делаете? Да все, что придется. Например? И химичим, и дискуем, обрабатываем, пашем, культируем. Все, что приходится. А вообще нравится на земле работать? Почему? Так с детства деревенские. Не то, что городские. С детства в колхозе. Армия, колхоз. Вот с армии пришел и сразу в колхоз на земле. Здесь лучше все, как говорится, условия. В колхозе то топлива нет, то работы нет, то зарплаты нет. А здесь все нормально. А далеко вообще сами живете откуда? Да нет, к миллиметру 7 отсюда. И как на работу ездите? Вот машина возит. Вышел на остановку, забрали. Вечером отвезли. Заботятся о вас? Ну а вы в свою очередь, наверное, отвечаете хорошей работой? Стараетесь? Ну конечно, надо это начальство спрашивать. Вроде стараюсь, вроде же не обижаются. А как вы видите свое хозяйство через несколько лет? Три года? Пять лет? Ну конечно, всегда устраиваешь планку, наверное, может быть выше, чем можно ее достичь, но это хорошо. Есть к чему стремиться. Поэтому, конечно, в плане у нас развивать наше хозяйство мы еще, думаю, взять еще немножко увеличить объем земли. Хотелось бы, конечно, иметь переработку своей продукции, потому что, как указывает практика, все-таки переработка, если ты делаешь ее сам, ну и, естественно, вот этот промежуток, который мы теряем, он бы мог быть в хозяйстве. Хранилище, которое, ну, в принципе, мы уже фактически завершаем, тоже будет большим поспорьем хозяйству, потому что ты не будешь думать, куда быстренько деть продукцию. У тебя есть очень хороший путь к отступлению. Ты можешь положить, сохранить и продать ее. Но, может быть, даже по более лучшей цене тебя в этом плане никто не подстегивает, не подгоняет. Во время беседы дождь, который зарядил еще с утра, усиливается уже в машине. Бронислав рассказывает, что хотя у природы и нет плохой погоды, но лучше бы знать заранее о планах небесной канцелярии. От погоды, фермерства мы зависим на 100%. Дождь или солнце, всегда подбираешь разные работы под людей. У нас есть на хозяйстве хранилище, где мы в хорошие погодные дни собираем продукцию. В случае непогоды, конечно же, мы там делаем переборочку, готовим ее к продаже. Поэтому приходится с этим считаться, хотя, конечно же, знать хотя бы на три дня погоду для фермера наиболок самым большим счастьем. Они нашли точки соприкосновения, не прилагая к тому особых усилий. И сегодня двигаются в одном направлении. Пообщавшись с ними, замечаешь много общего и даже во внешности. Кажется, что они братья. Крепкая мужская дружба, которая вылилась еще и в плодотворное партнерство. Когда человека знаешь много лет, ты уже представляешь, в принципе, с чем можешь столкнуться, хорошим или плохим. Так как мы дружим давно, разногласий, слава богу, у нас фактически немного. Но если есть, они, будем говорить, делового плана, где мы обсуждаем некие свои вопросы. А как обсуждаете, Виктор, у вас есть какой-то круглый стол переговоров? Вы садитесь, это целый ритуал? Ну, вы знаете, все как бы зависит от обстоятельств. Если мы можем себе позволить там круглый стол, то и за круглым столом можем посидеть, обсудить. Вот, но когда вопросы текущие, естественно, решаются они на ходу. Есть как бы разные мнения, люди же не роботы, правильно? Вот, ну и как бы, когда есть их несколько, всегда меньше тогда ошибок. Кстати, помимо сада, у друзей есть и другие увлечения. У Бронислава, например, это рыбалка и охота. Правда, времени на эти хобби не так уж и много. Времени у нас не так много на увлечения. Борис Наверное чаще мечтает о своих увлечениях, нежели там ими занимается. У меня хорошо получается ловить рыбу, а у него иногда получается блеснуть знаниями приготовления этой рыбы. До сих пор мы не забудем блюда. Рыба жарена по-французски в полной темноте. Как оказалось, это эксклюзив. Мы запоминаем надолго. И часто вот кто участвовал в приеме того блюда, вспоминаем, насколько это было вкусно. Блюдо приготовлено Виктором. Секрет до сих пор он не раскрыл. Но поделитесь, Виктор, она действительно в темноте готовится. Да, по-другому не получится такая вкусная, как и картофель надо садить ночью, чтобы жук королатский не знал, где вы посадили, и тогда не будет на поле нападать ваших. С детства дружат и супруги Виктора и Бронислава, которые также у руля фруктово-ягодного бизнеса. Мы же жители села, так сказать, деревни. Выросли, можно сказать, в одной деревне. Ну, это очень близко, то есть три километра друг от друга. Ну, росли на земле, воспитывались как бы на земле. Но мы были привыкши к этому делу, поэтому мы начали это дело. Любим сад, любим землю, работаем на земле. В принципе, вот как-то так и получилось. Когда Бронислав и Виктор объявили о том, что вот они создают фермерское хозяйство, у вас какая первая реакция была? Ну, реакция была немножко неожиданная, будем так говорить. То есть, ну, мы не думали, что так много у нас получится. Мы начинали с малого. Своих детей вы как-то приучали тоже к труду? Конечно. Конечно. Они у нас тоже... Мы начинали как бы даже в четвером семьи. То есть, там четверо и нас четверо. То есть, дети с самого начала были с нами. То есть, все эти вот саженцы, прививки, это все мы делали сначала наши дети. То есть, мы их обучили, и вот они с нами все это начинали. Ваши мужья говорили, что успешного хозяйства не было бы возможно без жен. Вы их надежный тыл. Вы знали об этом, кстати? Ну, наверное, да. Но, по крайней мере, догадываясь в мыслях, мы тоже об этом знали. А сейчас даже приятно нам об этом слышать. Без одобрения, без подбадривания ничего не получается. Конечно, видим все подводные камни, стараемся где-то смягчить ситуацию, где-то так, наоборот, стимулировать. Поэтому так все и получается. Мне кажется, что это должен быть именно семейный бизнес. По-другому. Потому что бывает, что у нас и с утра до ночи рабочий день начинается в 5 утра и заканчивается в 9 часов вечера. Поэтому без понимания ничего не получится. У всех одновременно так начинается и заканчивается? Да, практически, да. Потому что надо народ и привезти, и отвезти. В общем-то, да. Мальчики, конечно, больше работают. Иногда по воскресеньям это обычно мальчики. Если только не горячая пора. Горячая пора – это когда уборка клубники, продажа саженцев. Тогда мы, конечно, тоже задействованы. А остальное время они нам стараются давать выходные, воскресенье. И все вот, что чувствуют тоже, когда получается. То есть они нас берегут. Это чувствуется. Но я так понимаю, что вам с Мариной пришлось сменить профессию, квалификацию. Вот какие функции вы, например, выполняете здесь? Ну, немножко это моя родственная специальность. Я вообще по специальности биолог. Поэтому садоводство – это все в моих возможностях. Я работала в школе. В школе был приусадебный участок. Я детей там чему-то учила. В общем-то, я сама училась. А вам пришлось освоить какие-то новые навыки, вот когда вы стали работать в фермерском хозяйстве? Может, чего-то не умели? Пришлось чему-то научиться? Ну, конечно. Более, наверное, профессионально мы уже научились делать там и окулировки. Более профессионально научились разбираться в сортах. Мы уже знаем, как подать продукцию, как о ней рассказать. Даже различные сорта – там яблонь, груш, всяких плодовых деревьев. В общем-то, все знания тоже из литературы где-то и из опыта. Общаемся с другими фермерами. То есть вот это тоже пришлось более детально изучить, конечно, чтобы представлять свою продукцию. Фермерское хозяйство выращивает также саженцы плодовых деревьев. На ярмарках за ними и за витаминной продукцией дивного сада выстраиваются, как правило, самые длинные очереди. Шесть лет назад хозяйство стало победителем республиканского конкурса за высокую культуру земледелия. В разные годы участвовало в областных и республиканских дожинках. Технология проста до обыкновения. Зачастую мы пользуемся обыкновенным джентльменским набором. Это наше белорусское сало, лучок, ну и домашняя яйка. Работают вместе и отдыхают тоже. Я больше за костром, как всегда, деление труда. А уже сало, это уже его конек. Положить на сковороду это мы можем. И не отходя, вот видите, от своего хозяйства. Плевая кухня. Жалко, что камера не может передать запах. Такие обеды устраивают, как правило, в воскресные дни. У Бога дней много, поэтому, как бы ни были там срочные дела, их можно положить в сторонку. Лучше поработать. Отдохнул, потом с новыми силами. Опять все успеваем. Вот видите, то есть процесс жарения происходит, чтобы мы его ускорили. Я, наверное, немножко... Они каждую минуту чувствуют вкус жизни и во всех смыслах, и живут по христианским законам. Наверное, не случайно, что уже уезжая здесь, мы увидели радугу. Символ милосердия и любви к людям, который к тому же во многих верованиях связан с вестью о богатстве и сокровище там, где радуга касается земли. КОНЕЦ КОНЕЦ